Такого не увидишь каждый день в инженерной лаборатории при University of Sheffield. А студенты получают скидки? Думаю, что нет. Безусловно, с оборудованием в University of Sheffield все в порядке. Но цены здесь ниже. Да, намного ниже. 150 национальностей учатся здесь студенты. Классно же? Привет-привет, друзья! Сегодня ваше путешествие по лучшим универам Англии вместе с Моряди продолжается. На этот раз мы отправляемся в город Sheffield, расположенный в живописном графстве South Yorkshire. А ждет нас в гости один из самых престижных учебных заведений королевства – Шеффельдский университет. Давайте окунемся вместе в его атмосферу, узнаем о предлагаемых специальностях и перспективах после получения диплома. А также поговорим со студентами и узнаем их мнение об учебе здесь. Вперед знакомиться с университетом Шеффельда в Англии. Университет Шеффельда был впервые открыт в 1897 году. Он был создан в 1897 году. Вы не знаете? Да, именно в 1897. И у вас около 27 тысяч студентов, правда? Да. Примерно 27 тысяч студентов и очень большая международная составляющая 150 стран. Вы говорите по-русски? Нет? Извините. 150 национальностей учатся здесь студенты. Классно же? Шеффельдский университет привлекает иностранных студентов своим качественным образованием, разнообразием специальностей и вариантами размещения. Как на самой территории кампуса, так и неподалеку от него есть несколько общежитий. Жилье оборудовано всем необходимым для комфортного проживания, включая современные комнаты, прачечные, кухни, общие зоны, беспроводной интернет и библиотеки. Что касается факультетов, то они посвящены гуманитарным, социальным, естественным и точным наукам, инженерии, медицине и многим другим отраслям. Все студенты имеют доступ к технологическим ресурсам и современным лабораториям. Такого не увидишь каждый день. Лаборатории, инженерные лаборатории при университете вообще. Вот, пожалуйста, вам лазерные резаки. Я точно знаю, что это лейзи-катсы. Вот вам 3D-принтеры. Даже вы смотрите, смотрите, что-то печатает. Как интересно. Всякие токарные станки, чего только нет. Это инженерия продукта. Да, здесь наше производство. Производственная инженерия. Да, и у вас есть все необходимое оборудование. Лазерные резаки, 3D-принтеры, фрезерные станки и что-то еще? Что-нибудь очень классное. Большинство классных приборов вот здесь, на мой взгляд. А у вас есть водный резак? Есть. Я вам покажу. Это резак реактивной водяной струнёй. Вот он здесь. Понятно. Маленький, но работу выполняет хорошо. А это что? Это фрезерный станок. Он может резать что-то такое. Мягкие материалы. Понятно. Например, дерево. Но также у нас есть другой резак. Да, я вижу. Это еще один тип. Он уже может резать металл. И так далее. Безусловно, с оборудованием в Инверситете Шеффилд все в порядке. Во всяком случае, в инженерном департаменте. Кстати, об инженерии. Шеффилдский университет предлагает широкий спектр специальностей в этой области. А вы знаете, сколько инженерных курсов есть на бакалавриате? Достаточно много? У нас восемь департаментов. И на каждом курсе есть еще вариации. Восемь департаментов. Мы можем их перечислить? Механика, электрика, гражданская, материалов. Вы сказали структурная? Да, гражданская, структурная. Это одно и то же. Наука материалов, химическая, биомедицинская. Да, есть биоинженерия. А чем занимается биоинженерия? Их лаборатории наверху. У них есть лаборатории бактерий и покровов. Это не мое направление, потому что я механик. Они на лабораторных работах в лаборатории делают йогурт, сыр. Также выращивают покровы и так далее. То есть вы с органикой не работаете? Нет, я механик до мозга костей. Понятно. Но знаете, на мой взгляд, в ближайшем будущем эти две вещи могут срастись вместе. Да, конечно. К нам приходят биоинженеры, потому что им нужно сделать какие-то физические вещи для их проектов. Например, они делали сканер для ковид, для проекта. Поэтому они приходят и печатают детали на 3D-принтере, делают цифровые сенсоры и так далее. Интересно. Было приятно с вами пообщаться. Спасибо. А вот, например, мнение студентки о своей специальности. Она учится на механической инженерии. Я на механической инженерии и присоединилась к этому проекту на первом курсе. А сейчас я тут уже пятый год. Вы на магистратуре? У меня была работа в индустрии. Прошлый год у меня был год в индустрии. И сейчас мой последний год магистратуры. Вы рекомендуете брать год в индустрии? О, да. Это очень хорошо для трудоустройства, не так ли? Это хорошо для трудоустройства. Если вы ищете работу, пока учитесь, возможно, вам предложат работу во время этого года. Но если вы не захотите там работать, все равно у вас будет целый год, который показывает, что у вас есть опыт. То есть можно заняться практическим опытом. Да, можно прямо прочувствовать свою индустрию. Если вам интересно узнать об инженерном департаменте Шеффельдского университета чуть больше, то приглашаем посетить отдельный ролик на эту тему. А если пока еще не определились со специальностью, мы готовы вам помочь с выбором. В отдельных случаях правильный выбор предметов и специальности даже важнее правильного выбора учебного заведения. Кстати, профориентация молодых людей – это также область моей специализации. Обо всем этом подробнее можем уже поговорить с вами во время вашей бесплатной консультации. А пока вернемся в Шеффельдский университет. Он имеет впечатляющую инфраструктуру. Кампус оснащен современными аудиториями, лабораториями, разнообразными учебными и конференц-залами, а также библиотеками. В университете Шеффельда четыре библиотеки. Специализаций у библиотек нет, кроме одной – биологических наук библиотеки. Сейчас мы находимся в библиотеке Вестон-Даньк. Эта библиотека считается основной, и при ней есть даже свой небольшой музей. Здесь есть такой специальный автомат для зарядки гаджетов. Пожалуйста. Очень удобная ниша. Чарджбокс называется. Кроме того, в университетской библиотеке можно пройти обучение информационной грамотности, распечатать и копировать документы, воспользоваться мультимедийным оборудованием и получить индивидуальные консультации по поиску информации. Такая доступность всех ресурсов помогает ВУЗу поддерживать высокий рейтинг и обеспечивает потрясающие возможности для развития каждого студента. В рейтинге университетов World University Rankings 2021 года Шеффельский университет занял 12 место в Великобритании. Он также получает положительные отзывы за свои программы поддержки учеников, которые обеспечивает студенческий союз. А есть ли какой-то студенческий центр, в который ты приходишь по любому вопросу? Да, этим занимаются административные работники, если необходима консультация и так далее. Возможно, финансовая поддержка. Да, они помогают с финансированием, с поиском жилья. Могут. Но здесь очень много ярмарок жилья в год. ID, страховки, международные студенческие визы – они помогут с этим. Некоторые просят получить письмо из налоговой, это тоже здесь. Если нужно какое-то определенное оборудование для экзамена, это тоже здесь. Можно забронировать его онлайн, можно написать имейл, позвонить или прийти самостоятельно. В университете в Шеффилд очень много спортивных клубов и ассоциаций. Давайте почитаем, что мы здесь имеем. Даже есть боксинг-клуб, женская регби-команда. Корбл. Что такое корбл? Я даже представления не имею. Напишите в комментариях, кто знает. Баскетблэй. Чего тут и нет. Зайдем, посмотрим, что продается в местном продовольственном магазине. А, это не только продовольствия, типа кулинарии. Возможно, быстро перекусить в том числе. Да, обычно у нас здесь больше еды, но сейчас очень людно. Поэтому все быстро закончилось. То есть здесь есть продукты, продукты гигиены. Да, это как маленький супермаркет. И также есть готовая еда. А есть еще какие-то магазины в городе. Этот университетский. И есть просто обычные магазины. А на кампусе только в студенческом союзе. А студенты получают скидки? Думаю, что нет. Но цены здесь ниже. Да, намного ниже. И также есть национальные секции. Например, для студентов из Индии. Есть польская еда. Даже польская? То есть это очень многонациональный университет? Да, конечно. Очень многонациональный. А вы сами студентка? Да, на четвертом курсе. Последний год? Да. То есть у вас был год практики? Да, я была на программе «Год за границей». А что вы изучаете? Я изучаю французский и политику. То есть вы ездили во Францию? Да. Или в Канаду? Я ездила во Францию. Вы третий человек, которого я встречаю и который учится на политике. Это потому, что Шеффилд знаменит своим политическим курсом? Да, здесь сильная политика. Один из самых сильных в стране. И здорово, что вы так же работаете. Это хорошо для трудоустройства. Да, конечно. Устраиваться на работу с частичной занятостью. Нужно идти в карьерный центр. Он там, за углом. А карьерный центр не переехал? Нет, переехал. Раньше был здесь. А теперь там. И приходишь туда и просто говоришь «я хочу работать». Да. Мы получили эту работу с частичной занятостью. Я вообще свою нашла на Фейсбук. То есть они размещают объявления. Да. Удачи вам на последнем году обучения. Спасибо. Приятно было пообщаться. Что тут ты нашла? Макину. Целярия. Да. Можно очень много здоровой пищи. Вот видишь, мильбо. Кстати, вот эти батончики, да, батончики. Чини. Рукты есть даже. Ну-ка, посмотрим. Сукты, ма. Здесь даже молоко есть, пожалуйста. Алмонд милк. Меня дети обожают. Окей, great stuff. Полки, пески, потому что день открытых дверей. Все разобрали. Немножко канцелярией. Да? Да. Брендовые. Даже есть. Ну-ка, покажи. Блатан. Блатан. Винверситет. 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 Что у вас здесь? Штаны, майки. Да. Спортивная одежда в том числе. Хорошо. Посмотрю на цены. Так, и что тут у нас за цены? Недорого, в принципе. Да, толстовочки 20-20 пунктов. Посмотрим, что тут у нас еще есть. Окей, футболочки, вот эта футболка девчачья, 12 пунктов. Все, я считаю, все очень доступно. И Шинар выбрала себе мастерку. Да? Отлично. Давай еще что-нибудь. Тут гаусс-то красивый. Красивый, да. Да, очень красивый. Берем, давай. Шеффельдский университет славится не только высокими рейтингами в академическом плане, но и в области трудоустройства выпускников. Он тесно сотрудничает со множеством компаний, предлагает различные программы поддержки своим студентам, включая стажировки, практическое обучение и профессиональное консультирование. Карьерный центр помогает с part-time work, placement and internship, graduate jobs, career advice and guidance. Ну, одним словом, полноценный такой сервис, карьерный сервис. Сервис по трудоустройству студентов. К сожалению, друзья, вся информация о Шеффельдском университете не уместится в одном коротком ролике. Хотите продолжение? Конечно. Тогда переходите на наш канал. И, конечно, ставьте лайки. Ваша поддержка важна для нас. Хорошего вам настроения и пока-пока. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Продолжение следует... И. С.